Цифра в каждый дом. Как улучшить качество картинки и когда будет настоящее цифровое телевидение в Казахстане? На эти вопросы сегодня пытались ответить журналисты, работники телевидения и общественные деятели. Когда настанет в нашей стране эра цифрового телевидения, узнавал Сергей Высокосов. К 17 июня 2015 года на всей территории Республики Казахстан произойдет окончательный переход на цифровое вещание. Это даст потребителю, то есть телезрителю, получать высокое качество изображения и звука. Будет возможен прием от 15 до 30 отечественных телеканалов в зависимости от населенного пункта. Появятся интерактивные функции и возможность трансляции телеканалов в HD формате. Будет ликвидировано информационное неравенство жителей города и села. С января 2011 года введена в эксплуатацию национальная спутниковая сеть вещания ОТАО-ТВ. Уровень охвата населенных пунктов вырос с 13% до 100%. Это первый уровень перехода на цифровое вещание. Но журналистские организации Казахстана выступают против введения системы условного доступа к цифровым телепрограммам, которую предлагает Кастелерадио. В этом случае все программы будут закодированы и просто так ничего посмотреть будет нельзя. Люди должны будут платить деньги даже за программы, на которые уже выделены бюджетные средства. То есть система условного доступа ограничит право граждан на свободный доступ к гарантированным законам телеканалам. Но еще есть время для решения подобных проблем. Сюда мы приехали в Караганду для того, чтобы провести первый вообще в Казахстане семинар, пресс-курс для журналистов. Я вижу его целью проинформировать журналистов, которые находятся в фарватере общества, о том, что происходит. Очень много сейчас вопросов у журналистов, потому что я вижу, что они сами не совсем понимают то, о чем идет речь. Они путают кабельное телевидение со Спутниковым. К сожалению, журналистам придется в это вникать. Для казахстанского телевидения наступают ответственные времена. Переход на цифровой формат станет решающей вехой в развитии отечественного телерадиовещания. Скоро мы перейдем на европейский стандарт наземного вещания. Это даст возможность повысить конкурентную способность отечественного телевизионного продукта и повысит уровень программ регионального вещания, которые смотрят более 70% жителей Казахстана. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.